Гайдара вы знаете? Наиболее известное произведение Аркадия Гайдара «Школа». Школа. Хорошо. Еще? Чук и Гер. Чук и Гер. Правильно. «Судьба барабанщика». Судьба барабанщика. «Убородщики баба». Правильно. «Наерная камера». Правильно. Многие из его произведений получили экранизацию. Какие произведения, наиболее известные произведения, мы можем увидеть на экране. Или же увидели уже на экране. В 1942 году судьба пропадщика. В 1953 году Чуканьки. В 1981 году школа. В 1981 году лето на память. Спасибо. Многие его произведения сказали, что получили экранизацию. Во многих его произведениях он славил пропадщика. Нина, когда у него не приготовила руководства, решила мне идти в школу. Но чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украсно прошла в рощу. Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, Она побежала догонять красивую бабочку. И наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми, довечивыми глазами. А так как в руке он сжимал буквар заложенной в него тетрадкой, То Нина смекнула, в чем дело, и решила над ним подчутить. Несчастный прогульщик, строго сказала она. И это с таких юных лет ты уже обманываешь родителей из школы. Нет, удивленно ответил малыш. Я просто шел на урок, но тут ходит большая собака. Она залаяла, и я заблудился. Нина нахмурилась. Но ведь малыш был такой смешной и добродушный, Что и пришлось взять его за руку и повезти через рощу. А связка нениных книг так и остались лежать под кустом, Потому что поднять их перед малышом теперь было бы стыдно. Вышмокнула из-за ветвей собака, Нет, не тронула, а завтрак съела. Вернулась Нина, села и заплакала. Нет, не жалко ей было украденного завтрака, Но слишком хорошо пели над ее головой веселой птицы, И очень тяжело было у нее на сердце. Его грызла беспощадная совесть. Спасибо. И школьную открой, Гайдар ее писал, Пройди в той повести героя и смел хоть ростом мал.